Добрый день еще раз, Валерий Константинович. Вот, поставил лопаты, специально, чтобы вы видели, какой размер деревьев. Вот на этом дереве уже были нектарины. Правда, заметил я их поздно. Дерево густое, цвело все у меня. Но когда они завязались, я их не видел. Увидел, когда они уже у меня созрели. Вот второе дерево, но на нем не было нектарина. Но я выросил их из косточки, поэтому я сомневался, что из них выйдет. Ну, получилось все, как вот вы, как описывали свойства нектаринов некоторые эксперты. Вот, за ним дерево, это уже хасанское, оно еще больше. Вообще, это персиковый сад у меня. Вот там дальше бродский, хасанский. Между ними вот здесь малыши, это те, которые готовятся. Ну, это питомничек, скажем так. Пока, пока, это еще не так много было. Время, подростковый, скоро я не пользуюсь между рядеем. Потому как появляются тени, конечно, деревья здесь, саженцы здесь будут чувствовать. Это смея, это у меня прикус, как сад. Вот. А за ним, вон там дальше большие деревья, это яблони, груши. Это пи... Вот такой... Да, я прослушался. Мне понравилась ваша точка зрения, что это, конечно, находка, что это... Это просто лотерея, которая у меня выиграла. И теперь народу повезет. Смотрите, сколько здесь. Одно из них у меня будет, скажем так, жертвенным. Которое, конечно, будет резаться для того, чтобы были дополнительные побеги. Чтобы я мог дальше развивать. А одно оставлю нетронутым. Ему присуще долголетие. И не буду портить два. С одним буду работать. Для того, чтобы размножать и у себя, и у других. Чтоб подстраховаться, чтобы не пропали. Но я подстраховался, чтобы друг друга не пропали. Дал одно. Но у меня, тем не менее, скажем, не держу все яйца в одной корзине. Вот такая вот вещь, которую я получил этой осенью. Подтверждение, что оно того стоит. И что называется это? Нектарин.